Михаил Леонидович Хазин недавно отмечал, что главное свойство, отличающее интеллигента от лица интеллектуальной профессии, это нежелание отвечать за последствия своих слов. Скажем, инженер-конструктор, естественно, ответит, так или иначе, если конструкция им спроектирована, ни с того ни с сего развалится. Была даже традиция в свое время, что главный конструктор моста стоял под мостом, когда по нему проходили первые поезда или автомобили. Так вот, сейчас у нас, по сути, культивируется безответственность, поэтому люди готовы идти на значительно меньшие заработки, но туда, где результаты их работы невозможно проверить, или на самый тощий конец можно свалить вину за провал на кого-нибудь другого, как, скажем, экономический блок правительства Российской Федерации регулярно сваливает вину за свои провалы на какие-нибудь внешние обстоятельства. Отсюда и кадровый голод, отсюда и нежелание идти на достаточно высокооплачиваемые рабочие профессии, потому что, если вы запороли какую-нибудь сложную деталь, это заметят сразу и могут даже вычесть из зарплаты цену этой детали, а она иной раз бывает больше зарплаты. А если вы ухитрились вместо эспрессо подать в кафе кому-то американо, ну так в худшем случае вы замените эту порцию, которая стоит сущие гроши, а не исключено, что клиент и вовсе этого не заметит. То есть кадровый голод – это следствие неготовности отвечать, причем неготовы отвечать не только те, кто идет учиться на какую-нибудь профессию, но и те, кто создает систему обучения профессиям. Между прочим, на недавнем международном конкурсе учащихся профессионально-технических училищ, ну в разных странах они называются по-разному, но общий смысл именно такой, делегация Российской Федерации заняла одно из последних мест. Именно потому, что система профтехучилищ у нас благополучно развалили те, кто не хочет отвечать за последствия своей деятельности и не хочет создавать условия, при которых вообще хоть кто-то отвечал бы за последствия своей деятельности.